Всем здравствуйте, дорогие мои хорошие! Я Оксана, у меня утречко. Всем вам доброго времени суток. Знаете, о чём я хотела сегодня? Немножечко потрепаться. О дизморфобии. Мы же знаем, да, что это такое психическое расстройство, когда человек очень тревожно относится к любому дефекту либо к какому-то рождённому, ну, такому строению своего тела или он просто, ну, очень критично с собой недоволен. Однажды я даже сама наблюдала такое отклонение. Я помню, у меня была небольшая операция, и я приехала на обработку шва. А так как я находилась на лечении в областной больнице, то обрабатывались мы все на первом этаже, где и косметология тоже была. Там вот, ну, пластическая хирургия. Там тоже были вот эти пациенты. И так как я там посещала примерно через день, вот эта обработка шва у меня была, да, то женщину эту я увидела чисто случайно. И у меня одна из санитарочек, она очень была болтливой, либо уборщицей, либо что-то. И даже уже как бы врачи, сами я потом слышала, говорили, что у нее уже пошел какое-то отклонение пошло. В связи вот с неудовлетворенностью от своей внешности. Она сама косметолог, имеет салон. Ну, умелая, это уж много лет назад. Слава богу, у меня нет никаких теперь давно уже проблем. Ну, были проблемы со здоровьем. Но ничего страшного, это все прошло. Она сама косметолог. И постоянно подкалывала себе какие-то инъекции, делала. Ну, это, к примеру, сейчас мне 46, а это было, когда мне было 32 или 33, ну, вот много лет назад. Ей было 40 лет, она идеально выглядела. На самом деле отлично выглядела. Но мне еще казалось, почему-то у нее какое-то вот такое водянистое лицо, но я не знала, почему оно такое. Я как бы не думала об этом. Мне просто сказали там по секрету всему свету, что она очень озабочена. Она вот только что пришла, сделала себе в 40 лет круговую подтяжку лица, что-то там еще накололо, у нее прошло. И она бежала, ей показалось, что у нее где-то опущен уголок вот рта, что у нее просто опущено. Хотя я нигде не видела у нее вот этого на самом деле. И она так паниковала, она просила что-то с этим делать. И на самом деле человека, я не помню, как называется, вернее не называется, а я не помню, как зовут эту женщину, которая хотела сделать лисьей глаза себе в угоду мужа, а сама превратилась просто в какого-то монстра. Возможно, я фотографии приложу, и вы увидите, и вам будет достоверно понятно, кто эта женщина. Ну, и на самом деле это же ведь ужасно, когда ты не принимаешь себя, когда ты постоянно хочешь что-то переменить в своем теле. Я прекрасно понимаю, если ты с каким-то дефектом, и ты его исправил, но когда ты монотонно ложишься под нож, вот как Майкл Джексон, постоянно что-то он там себе выправлял, нос этот бедный его, он уже потом у него чуть ли не вваливался, он ходил вот в маске, да, тоже у него была похожа дисморфобия. И многие люди, которые не принимают свое тело, они очень должны обратить внимание, что им нужно не к косметологу, а таким людям нужно обратиться к психотерапевту, который, наверное, проработает с ним вот эти все отклонения, назначить терапию, и тогда уже, возможно, человек начнет принимать себя, к примеру, да, у меня есть какие-то врожденные дефекты, а есть какие-то приобретенные дефекты. Ну, как-то, слава богу, я дожила до своего возраста с ними, да, конечно, к примеру, у меня после родов возникли растяжки на теле, на бедрах, на животе, я, конечно, переживала по этому поводу, и сейчас, может быть, я когда-то о них думаю, что вот бы хорошо, если бы их не было. И даже я ходила к доктору, который мне сказал, что, ну, я такая была худенькая, он сказал, ну что мне, зашивать тебе каждую растяжку, живи с этим спокойно и расслабься. И как-то я с этим смирилась и перестала вообще обращать на это внимание. Хотя у меня, у меня лично, у меня, да, потому что не будут оголять свои телеса, присутствуют стрии, присутствуют, ну, ничего, живу я как-то с ними, да. Надо их любить, их поглаживать. Вы мои хорошие. Они мне никак не помешали. На тот момент, как, то есть, чтобы вот выйти замуж, я уже была на тот момент, конечно, замужем, ну да, выйти второй раз замуж, тоже никому не помешали. Никто на это не обращает внимания, на самом деле. Самое главное, любить себя. И тогда вас все полюбят, и тогда никто не увидит, что у вас один глаз косой. Да, и скажем так, что у вас, к примеру, где-то уголок губа, или носогубка, или что-то, кривой зуб. Ну, кто это увидит, кроме вас самих, или, ну, может быть, какие-то недоброжелатели. А так, это, конечно, такой комплекс неполноценности, и это фобия, которая на уровне психического отклонения, она требует, наверное, вмешательства специалиста, но уж точно не пластического хирурга, а из области психиатрии, психотерапии требуется таким людям. Все, я вас всех обняла. Пока-пока, и до новых встреч!